Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В Московской области действует режим повышенной готовности. Подавляющее большинство жителей соблюдает режим самоизоляции, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом. Особенно непросто сейчас многодетным семьям и пожилым людям. Пережить этот непростой период им помогают волонтеры. О них мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Федор Харитонов, директор Одинцовского молодежного центра, председатель общественной организации «Победа жизни» и Вадим Лупоносов, специалист по работе с молодежью Одинцовского молодежного центра, руководитель движения «Гражданский контроль». Здравствуйте! Здравствуйте! А я хочу призвать телезрителей присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Все, что касается волонтерской деятельности, об этом сегодня расскажут наши гости. Ну, наверное, самый частый вопрос, который задают вам, какую помощь волонтеры оказывают нашим жителям? В основном это помощь в доставке лекарств, в доставке продуктов пожилым людям. Но мы также оказываем помощь людям, которые находятся в социальной группе. Это многодетные семьи, лица, которые находятся на самоизоляции. В основном мы работаем по всему Одинцовскому округу. А как вы узнаете о тех, кому эта помощь нужна? Это какие-то базы данных социальных служб? Есть федеральная линия проекта «Мы вместе». Человек оставляет заявку, и эта заявка в режиме онлайн в течение часа поступает на наш штаб. Далее проходят передачи на координаторов, координаторы на своих волонтеров. И таким образом доставка осуществляется в течение часа-двух после передачи заявки. А проверяйте каким-то образом информацию, насколько действительно там нужны те или иные продукты? Или, как правило, люди все-таки адекватные, требуют просьбы у них соответствующие? Бывают, конечно, исключения, но в основном все люди адекватные. Перед тем, как выехать, волонтер прозванивает эту заявку. У нас на каждой заявке присвоен свой номер. То есть волонтер, для идентификации, что это не мошенник, а действительно волонтер, сообщает номер заявки, который сообщается на горячей линии заявителю. И перед осуществлением заказа он сообщает номер заявки, спрашивает список продуктов и делает доставку. То есть, а как человек, когда волонтер приезжает, понимает, что это не мошенник, это точно волонтер? Перед тем, как позвонить, сообщается номер заявки, который волонтер обязан сообщить. А есть какие-то документы? Да. Внешний вид, может быть, как-то? Есть пропуск волонтера, наши волонтеры все одеты. К нам подключились общественные организации «Молодежка УНФ», волонтеры Победы и волонтеры-медики. У них у всех есть брендированная одежда, есть специально выданные бейджи. То есть, если заявитель спрашивает, они предоставляют все без проблем. И они прямо там на месте могут даже позвонить по горячей линии и удостовериться, что да, действительно, волонтер приехал, привез вот этот заказ. Много заявок в день поступает? Около 70. А сколько волонтеров готовы эти заявки? На данный момент у нас готовы 243 волонтера на всем Одинцовском округе. Ну, естественно, не все 243 волонтера готовы прямо сейчас. Есть некоторые родители, которые в выходные дни могут волонтерить. Ну и мы скидываем все, у нас есть общий чат, мы скидываем туда заявки, и те, кто готовы, они осуществляют заказ. Ну, а о волонтерах мы с вами еще обязательно поговорим. Вадим, ты уже сказал о проекте «Мы вместе». Вот, Федя, что это за проект? Расскажи, пожалуйста. Ну, это проект как федерального масштаба, который как раз объединяет всех волонтеров. Там можно зарегистрироваться, если вы, допустим, живете по соседству и знаете, что у вас сосед, пожилой человек, который находится в группе риска, вы можете зарегистрироваться и также оказывать ему волонтерскую помощь. Да, даже у меня вот на лестничной клетке, у моих родителей, вернее, живет человек, который, ну, в зоне риска, он боится выходить, и он просит либо там моих родителей, либо соседей сходить купить продукты, например. И сосед, он, когда идет в магазин, на себе берет и, соответственно, вот человек, который попросил. Вот, и любые общественные организации, значит, физические, юридические лица могут там зарегистрироваться и оказывать посильную помощь. То есть просто заходим на сайт «Мы вместе», да, и вся необходимая информация там есть. Да, там все есть, да. Ну, проект «Мы вместе», вот именно в нем, я так понимаю, и приняла участие Оксана Пушкина в Одинцово. Вот, может быть, несколько слов расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии, фотографии с которым мы сейчас видим на экране. Да, Оксана Викторовна приезжала к нам в гости, да, смотрела, как все работает, как работает наш штаб, и мы вместе с ней, значит, реализовали одну заявку, вот прям Оксана Викторовна там позвонила по номеру, узнала, что нужно привезти, и мы съездили в магазин, все купили и сходили как раз, отнесли все необходимые продукты. Вот осталась ли она довольна тем, что происходило, мы узнаем, посмотрев сюжет, но пока у нас есть звонок по номеру 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Людмила Дмитриевна. Здравствуйте, Людмила Дмитриевна, вы хотите задать вопрос нашим гостям? Вы знаете, я не вопрос хочу задать, я хочу, знаете, выразить свою благодарность этим ребятам. Спасибо огромное членам этой волонтерской организации, поскольку я, так сказать, имею отношение к людям одиноким, они меня очень выручили. Однажды я обратилась за помощью. Спасибо огромное, к вам я снизко. Спасибо большое, Людмила Петровна. Спасибо вам. Я так понимаю, что именно ради этого и работают волонтеры. А теперь давайте посмотрим, как Оксана Пушкина выполнила одну из заявок, поступившую к волонтерам. В рамках акции «Мы вместе» депутат Государственной Думы Оксана Пушкина приехала в штаб Общероссийского народного фронта, чтобы встретиться с волонтерами и передать им средства индивидуальной защиты для работы, а заодно в качестве добровольца помочь тем, кому сейчас это необходимо. Видимо, тут журналистская специальность работает. Хочется все-таки все из первых уст. Я же все замечаю. То, чего, может быть, не замечает никто. И в каждую деталь вникну и влезу и так далее. Поэтому я никогда не оперировала официальной только статистикой. И поэтому у меня вы, инсайдеры, со мной на связи. И поэтому мне легче в этом плане реально работать и оказывать помощь. И вот в этом смысле волонтеры тоже всегда со мной. На волонтерах сейчас лежит немалая ответственность. Бывают дни, когда поступает порядка 80 обращений в день. Все они сразу обрабатываются. Люди в самоизоляции просят привезти лекарства, продукты, питание, бытовую химию. У всех разные нужды. Заявки сначала принимают в центральном штабе, затем отправляют по регионам. Далее идет разделение уже по кругам в главные штабы ОНФ. Численность нашего штаба в день в среднем 50-70 человек в зависимости от загрузки. Также у нас есть два автомобиля, которые нам выделила компания «Роуф». Бесплатно развозят нас, волонтеры. Также есть спонсоры, которые предоставляют нам питание и волонтерам, чтобы можно было перекусить элементарно. Лариса Кучерова живет с мужем. Оба пенсионеры и находятся на самоизоляции. Говорит, совсем не ожидала, что в качестве волонтера продукты доставит сама Оксана Пушкина. Сначала не поверила. Набор заказала довольно скромный. Жду, что вы мне скажете купить вам. Я не знаю, я теперь поняла, что вам нужно овощи. Картошки. Картошки. Картошки, сетки и хлеба, больше ничего не надо. А нам же еще, знаете, кто помогает? Кто? Это центр социального обслуживания. Да, у нас очень хороший центр, я знаю. Поход в магазин, покупка всего необходимого и доставка. При передаче обязательное соблюдение дистанции. Слов благодарности было немало и в адрес Оксаны Викторовны, и волонтеров, и не только. Врачам спасибо большое. Всем. И медсестрам, и всем персоналам. Это просто мы без них. Вообще ноль. И всем фармацевтам. Лекарства все есть. Волонтерская работа продолжается. Сегодня все больше человек вовлекается в эту деятельность. Получить помощь и поддержку в это непростое время должны все нуждающиеся. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». И сегодня мы говорим о волонтерах, без которых сейчас, наверное, было бы очень тяжелым многодетным семьям и одиноким людям. Мы уже с вами говорили, больше 200 волонтеров, да, там несколько десятков заявок ежедневно. А вот кто чаще всего становится волонтером? Это молодежь, молодые люди, студенты или же более разнообразен состав волонтерский? Чаще всего молодежь, потому что это повод выйти на улицу в первую очередь. И за что им огромное спасибо. Также общественная организация, очень многие к нам подключились, предприниматели. У нас вот волонтер, координатор Трехгорки. Это молодая семья, у них свой автосервис. Сейчас они находятся на самоизоляции, на карантине их автосервис. И они, чтобы дома сидеть, ежедневно помогают около 20 заявок нам обрабатывать. Ну смотрите, волонтер же, да, там автосервис, это все-таки зарплата. А волонтеры работают не за зарплату. Что чаще всего движет людьми, которые становятся волонтерами? Просто желание помогать и услышать слово спасибо. Вот, кстати говоря, о такой типичный день волонтеров. Ваш график работы какой сейчас? Есть ли свободное время? Ну, мы заставляем волонтеров отдыхать. Но в основном мы с 10 утра в штабе и до позднего вечера, ну, часов до 9-10. То есть дальше уже волонтеры, конечно, готовы развозить, но уже, чтобы жителей не беспокоить, чтобы в ночное время мы не осуществляем. А выходные волонтеры бывают? Нет, мы кругом. Выходные как раз самые такие пики заебок. Как раз и приходится на выходные дни. Вот, кстати говоря, да, сейчас очень часто мы слышим фразу о том, что мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним. А вот сейчас люди изменились, может быть, стали более отзывчивыми. Вот вы, как и волонтеры, во-первых, может быть, вы увидели приток волонтеров. Людей, которые хотят помогать, стало больше. Ну, и вообще, как люди сейчас? Стали добрее? Или каждый сам за себя, как были, так и остались? Намного добрее люди стали. Волонтеров тоже стало больше. Такая сплоченность перед одной проблемой. Я в шоке лично. То есть готовых помогать очень много. Все волонтеры отзывчивые. Ничего не просят взамен. Мы, конечно, стараемся какую-то пощрительную историю сделать. Ищем спонсоров сейчас. Но все за спасибо. Бескорыстно работают. Действительно, с ребятами говоришь, что тебя сюда привело. Я просто хочу помочь. Потому что, допустим, у меня бабушка живет далеко. И ей тоже ходят волонтеры, помогают там, за тысячу километров отсюда. А я здесь хочу также помогать остальным пожилым людям. Там, многодетным семьям. Здесь, где я учусь, где я работаю. То есть есть какие-то такие минимальные плюсы из всей этой ситуации? Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Это наш номер телефона, по которому вы можете задать свои вопросы гостям студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Павлов Леонид Тимофеевич. Леонид Тимофеевич, вы хотите вопрос задать? Нет, я хотел бы спросить. Почему такое отношение у нас, что защита к инвалидным пенсионерам? Я вот второй группы инвалидных пенсионеров. Одинокие, нет у меня никого. И соцработника нету, который приходит только раз в месяц, когда таблетки приносил. Я звонил им туда, там вроде как губернатор посылочку обещал. Звоните соцработнику. Бум. Я еще не успел договорить слово, а они трубку бросали. То есть вам нужна какая-то помощь. Я хотел, чтобы разобрали и пришли. Нет, подождите. Соцзащита – это отдельный вопрос. У нас сегодня волонтеры. Вам нужна какая-то помощь. Я правильно понимаю? Да, я хочу помочь, конечно. Волонтеров две недели дозвонился. А то он дозвонился. Мы позвоним соцзащиту и вам перезвоним. А в следующий день никто не перезвонил. Сам кое-как дозвонился, здесь и вам перезвонят. Сейчас вы оставили ваш контакт нашему редактору? Что? Вы когда к нам сюда позвонили, ваш телефон оставили? Ну, я с вами с этого телефона звонил, у вас, естественно, определился. Ну, у нас он не определяется. Пожалуйста, оставьте ваш номер телефона редактору, с которым вы разговаривали до того, как вышли в эфир. Мы его обязательно передадим Федору и Вадиму. Конечно, приведем обязательно. Будем стараться помочь. Вот, кстати говоря, волонтеры, да, сейчас есть, слава богу, приток. А вот как-то их проверяете, честный человек или нечестный? Ну, его это или не его? Да. Как? К нам приходит новый, когда человек, мы его отправляем с нашими координаторами на заявки. И координаторы уже просто смотрят на поведение. То есть они целый день с ним ездят. Ну, в основном, координатор, когда говорит то, что все, это хороший человек, мы берем. А вот по каким признакам координатор понимает, что этот волонтером будет, а вот этому, пожалуй, что не стоит? Ну, поведение корыстное. Ну, бывали люди, которые ради пропусков просто приходили. Ну, таких мы, естественно, отсеиваем. Достаточно быстро, наверное, становится. Сразу видно, да. У таких волонтеров сразу видно, да. Сегодня я поволонтерил, и все, и пропал. Пропуск получил. Но мы пропуска аннулируем, такие, естественно. То есть не прокатит. Вот это желание получить пропуск. А вот эмоциональное выгорание. Мне кажется, что у волонтеров такая особенная сфера и случается? Пока не было. Надеюсь, не произойдет. Потому что все ребята друг с другом дружат. Им нравится это. Это как-то драйв для них. Ну, мы стараемся еще, допустим, как-то менять их деятельность. То есть, допустим, если он часто ходил, значит, по заявкам, посредственно, мы можем его посадить, например, в штаб, да, и где он будет обрабатывать эти заявки. То есть, он пару дней посидит за компьютером, и потом опять в бой с поля идет по заявкам. Те, кто у нас там неделями, мы их на принудительные выходные отправляем. Есть такие, которые не хотят, да, на выходные? Не хотят. Все практически говорят. Нет, мы хотим помогать ему. Нет, иди отдыхай. Поэтому эмоционального угорания не бывает. Ну, конечно. Надо понимать, что волонтеры – это ресурс, который люди просто бесплатно пришли помогать, и надо их беречь. 8-495-508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы вас слушаем. Алло. Это я, да? Да, это вы. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наоборот, хотела поблагодарить ко мне. Вчера приходил волонтер, приносила мне лекарства. Ну, у меня такой вопросик. Мне 81 год, я тоже в январе. Она взяла, взяла, была мне оставить на ручке в коридоре. Ну, я вскрыла дверь, она ко мне зашла прямо в коридор, мой хороший, такой чистенький. Она, правда, была в масочке, в перчаточке. Ну, я ее пустила в коридор, она еще деньги все должна была ей отдать. Я дала ей деньги, она мне сдачи дала. Но все это происходило у меня в квартире. А я ведь уже месяц не выхожу на улицу. Не могла она мне ничего такого принести. Ну, так просто. Она же бывает и в аптеке, и в магазинах приходит в свои одежды. А говорят, нельзя ли с ним общаться. Может, я не права? Спасибо большое за вопрос. Вот сейчас поясним, как должен был повести себя волонтером. Действительно, он не должен был заходить в квартиру. Волонтер должен либо на ручке двери оставить, либо все через лестничную клетку. Но вы можете не переживать. Наших волонтеров ежедневно проверяют температуру. Пока признаков заражения не было. Как только будет признак заражения, естественно, мы уточняем, с кем контактировал. И звоним в Роспотребнадзор и сообщаем о случившемся интенденте. Но пока у нас все здоровы. А инструктажи какие-то с волонтерами проводятся? Чего можно делать и чего делать нельзя ни в коем случае? Ежедневно. Координаторы для своих волонтеров проводят инструктажи. Также мы ежедневно в наши чаты скидываем информацию. То есть все инструктированы, все проходят инструктажи. Что недопустимо для волонтера? Вот в квартиру заходить нельзя. Да, в квартиру заходить нельзя. Снимать перчатки или маску. Они обязательно должны их менять спустя какое-то время, как по инструкции прописано. Брать деньги с людей ни в коем случае нельзя. То есть, естественно, у нас волонтеры осуществляют за счет заявителя доставку лекарств или продуктов. Это либо перевод денежный, но мы все чеки сохраняем. Сдачу все возвращаем. То есть, никакого мошенничества быть не должно. Да, то есть, в данном случае, ну, то есть, даже передача денег должна быть бесконтактным как бы способом. То есть, человек кладет деньги, оставляет сдачу и как бы уходит. Все контакты минимизированы, как и положено сейчас. Да, да. Ну, да. То есть, бывает, ну, бывают различные моменты. Ну, все мы люди, и это, в общем-то, вполне нормально, не роботы. Я так понимаю, что лучше спасение от эмоционального выгорания, как мы только что сказали, это смена направления волонтерской деятельности. А вот есть какие-то самые востребованные виды волонтерской деятельности, куда все стремятся? Все хотят на дальние заявки ездить. Почему? Потому что это интересно, кататься по району, я не знаю почему, но вот такие вот заявки. Ну, побывать там в Зинигороде, например, или в Вершово заехать, там, в Захарова, в частный сектор, ходить посмотреть по улочкам, что-то, да? Да. Прогуляться где-нибудь. Такие исторические места, в общем-то. Ну, каждый волонтер, наверное, должен быть еще немножко психологом, потому что люди-то разные встречаются. Один спасибо скажет, а другой еще и недоволен останется. Вот с этой точки зрения как-то обучаете волонтеров? Да, максимально спокойно, на конфликты реагировать тоже спокойно. То есть, такая вот политика добряков и все. Мы, как бы, какие-то сложные заявки, если человек пользуется волонтерами, мы их просто молчим в черный список и да-да-да. А много таких, которые злоупотребляют? Один человек-то все время был, все, больше нет. С чьей злоупотребил? Да, то есть, некоторые просят купить алкоголь, категорически не покупают наши волонтеры алкоголь. Сигареты. Сигареты, ничего, то есть все. Первая необходимость. Конечно, ну, сигареты, это же первый признак ковид, еще хуже будет курильщикам. Поэтому, пользуясь случаем, надо призвать всех наших телезрителей расстаться с вредными привычками. Есть отличный повод. Или хотя бы постараться. Еще хочу попросить, если молодые люди готовы помогать, просто у себя в подъезде оставить свой номер, что я готов помочь. Это очень сильно разгружает наш волонтерский штаб, когда просто у себя в подъезде какой-нибудь молодой человек остается свой номер для помощи. Да, соседям. Ну, вот, кстати говоря, я так понимаю, что направлений волонтерской деятельности очень много. Не только продуктами и лекарствами помогают, но и вот в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А как именно волонтеры помогают коммунальщикам, мы узнаем, посмотрев следующий материал. В повседневной жизни Дмитрий занимается арбористикой, лечением деревьев. А сейчас помогает коммунальщикам. В его арсенале оборудование, с помощью которого можно делать эффективно санобработку. Совместно с управляющей компанией УЖХ волонтеры провели дополнительную дезинфекцию входных групп и лифтовых полов многоквартирных домов. Ребята проявили свою гражданскую позицию. Я считаю, что это достойный пример. Многие люди сейчас помогают жителям в части приобретения лекарств, приобретения продуктов, просто довести, помочь человеку перейти через дорогу. Волонтерское движение Воденцово сильно развито. В условиях пандемии коронавируса волонтеры стали незаменимыми практически во всех отраслях. Это проявление гражданской позиции, а говоря проще, желание помогать другим. Делаем это на добровольной основе, безвозмездно, взамен ничего не требуем, как волонтеры выступаем. Решил оказать содействие, быть полезным своему городу. Защитная маска и перчатки – уже привычная форма для работающих во время карантина. Все службы ЖКХ функционируют в штатном режиме и помощь волонтеров только приветствуется. Пока жители остаются дома, герой в масках помогает городу в борьбе с коронавирусом. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о волонтерстве. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Вот только что мы посмотрели про молодых людей, которые помогают коммунальщикам. До этого они занимались деревьями, скажем так, лечили их. Герои в масках – это хорошо, но мне кажется, маски иногда нужно снимать. Вот, ну, собственно, в том числе для этого мы пригласили вас сегодня в студию. А давайте расскажем. Петь, вот почему ты решил заниматься волонтерством? Ну, не знаю, это как-то со студенчества еще у меня пошло. То есть я первые свои какие-то волонтерские проекты, участие в волонтерских проектах в студенчестве начал. Ну, мне, во-первых, нравилось то, что я что-то полезное делаю для общества. Что-то, ну, во-первых, я чувствовал отдачу от того, что я что-то хорошее сделаю, потом всем это понравилось. Мне потом что-то помогают люди делать. Вот, и так вот постепенно сейчас волонтерское движение разрослось, и я вижу, что те же самые идеалы у всех вот этих ребят, и они так же все как-то обмениваются вот этой добротой, теплом, и делают очень классные проекты, безвозмездно, бескорыстно. Ради того, чтобы сделать мир вокруг них лучше. Вадим, от тебя что привело в волонтерскую деятельность? Победа жизни фестиваль. Мы там как раз познакомились с Федором, и с этого прям как затянуло. Вот, я надеюсь, к следующему фестивалю уже карантин закончится, и мы все выйдем на следующий фестиваль и погуляем хорошо на здоровых мероприятиях. А вот не хотелось уже все это взять и бросить, там, например, уйти в зарабатывание денег, обеспечить свою семью? Не утомляет вот эта волонтерская деятельность? Ну, вообще, наоборот, она заряжает, мне кажется, как батарейка. То есть ты, когда сделаешь добрые поступки, они тебя как-то окрыляют, вдохновляют и дают тебе большое количество энергии. ЗОЖ-наркотик. То есть такой как бы обмен позитивными вот этими энергиями. Они как-то вот заряжают, и о деньгах совершенно не думается. Хотя, ну, мы их тоже зарабатываем, но это как бы параллельные процессы. Вот когда вы начинали волонтерскую деятельность, то, что мы имеем сейчас, отличается это одно от другого? Что-то изменилось за это время? Ну, сейчас как некая система появилась, системная работа с волонтерами, то есть инструктажи, обучение. То есть когда мы начинали это все делать, то есть такого практически не было, ну, либо было в ограниченном количестве. Хотя, я насколько помню, мы выезжали и нас обучали на специальные выездные семинары. Потом я, например, по себе когда учился, у нас был тоже курс, нас обучали, как работать с волонтерами, как, значит, выстроить вот эту системную работу. И во всей стране появляются как раз вот параллельно некие такие выстроенные системы. То есть где волонтер, он видел, что он приходит в организацию, что он получает, что ему надо делать. И видел, где ему поучиться, как приобрести какие-то новые навыки. И у него получилась некая такая система, и волонтер мог более эффективнее как бы себя применить. Он попадал в некое уже готовое общество, сообщество волонтеров. Вот, и сейчас, мне кажется, даже вот гораздо проще найти какое-то волонтерское движение, которое вот по твоей тематике. Все разнообразнее. Да, более разнообразнее. Например, если ты хочешь заниматься животными, вот есть в приютах, да, например, есть такое волонтерское движение. Если ты хочешь там на спортивном волонтерстве, вот там есть ЖУ, спорт. Если ты хочешь как волонтер культуры выступать, вот есть целое направление, федеральные проекты. Мы вот ездили когда в Сочи, там вот все волонтерские направления федеральные, они выставляли свои площадки. И, ну, это очень большое количество. То есть, как лет 15 назад, когда я был волонтером, такого, конечно, не было. Ну, и не могу не спросить. Говорят, все-таки волонтерство – это, да, не хобби, это такой образ жизни. А на личной жизни-то это как-то сказывается? Домашние, может быть, выражают где-то свое недовольство? Где-то опять там ходил, волонтерил, тут тебя, семья, дети ждут. Опять тебя в армию призвали. У каждого свое. Да. Но все домашние автоматически тоже становятся волонтерами. Деваться некуда. Да, они все видят. Чтобы разгрузить. Они помогают. Да, да, да. Ну, и к тому же совместные деятельности все-таки вместе время проводить можно и вот так вот. Конечно, да. Вот сколько примеров, когда даже у нас семейные пары, бывает, что и многодетные отцы ездят, уже разводят, помогают. Кстати, а семьи не создавались среди волонтеров? Не настолько сближает волонтерская деятельность, да? Были такие случаи, просто сейчас конкретно не скажем, потому что не помним. Но были и свадьбы, и семьи. Ну, если учесть, что на моем премьере, это у меня супруга тоже волонтер, поэтому, наверное, нас можно засчитать. Создалась вот, да. Семья Харитоновых. И, в общем-то, прекрасные волонтеры могут смело следовать премьеру Ольги и Федоров. Конечно. Любовь спасет этот мир, может быть, и от коронавируса в том числе. Ну, мы надеемся, что коронавирус, наконец-таки пандемия закончится, да? Говорят, он уже от нас никуда не уйдет. Вот сколько в таком режиме, как сейчас, готовы еще работать наши волонтеры? Насколько хватит? Ну, как говорят волонтеры, мы готовы, пока все это идет, хоть месяц, хоть два, но мы надеемся, чем, как можно дольше. Пока люди не уходили, только приходят, готовы помогать нам, жители. Вот, еще, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо нашим медикам, которые ежедневно трудятся и спасают жизнь населению. Без них бы точно было бы очень-очень тяжело. Ну, собственно, как и без волонтеров. А хватает ли, кстати, волонтерам средств индивидуальной защиты, антисептиков? Этим все волонтеры обеспечены, ежедневно спрашиваем, если какая-то нехватка, мы тут же выделяем. С этим проблем нет в нашем штабе. А как за здоровьем волонтеры следят? Потому что все-таки, да, в зоне риска, так или иначе, находитесь, как говорят сейчас, на передовой. У нас есть специальный волонтер, который каждого волонтера проверяет в штабе с температурным пистолетом. Если какое-то подозрение будет, сразу к врачу и домой отправляем. Да, ну плюс мы все рекомендации Роспотребнадзора соблюдаем. То есть у нас идет обработка помещений специальными средствами, ручками. Ручки дверей обрабатываем. Потом моем полы специальным тоже раствором с хлоркой. То есть там целый список рекомендаций, а просто по Роспотребнадзору мы их все выполняем. Таким образом у нас... Быстрее от проветривания помещений волонтеры, да, продают. То есть очень часто проветриваем помещения, поэтому все меры безопасности мы проводим. Ну и к тому же иммунитет, наверное, укрепляется во время всевозможных поездок. В том числе и на дальние расстояния, которые так любят волонтеры. Ну и наверняка, когда наш эфир с вами появится в сети, под ним появятся вопросы, соответственно. Как связаться с волонтерами? Как задать свои вопросы? Где можно найти контакты? Есть телефон в федеральной линии 8 800 200 34 11. Это проект «Мы вместе». Либо зайти в инстаграм молодежного центра и написать директ, и мы тут же среагируем. А волонтером может стать несовершеннолетний житель? Во-первых, это обязательно должен быть житель округа или нет? Нет, несовершеннолетний житель волонтером стать не может. С ним должен быть либо кто-то из округа семейного, либо разрешение родителей. Просто так не могут. Только совершеннолетние? Да, да. Все-таки мы ответственность за них внесем, поэтому... Да, а по какой-то территориальной привязанности здесь такого нет. То есть у нас и жители Москвы нам помогают там, либо там из других каких-то муниципалитетов соседних, например. Без проблем вообще. А помощь оказываете только жителям Одинцовского округа? Или так же это не имеет решающего значения? Ну, бывают заявки нам с центрального штаба сообщать, что вот в Химках нужна помощь. Мы отправляем водителя с волонтером и в Химках... Но это редко бывает, когда нагрузки на другие районы колоссальные. А вот у нас какое-то спокойствие. Мы волонтеров в усиление даем. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о волонтерах и волонтерстве. Наш номер телефона 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. А вот, кстати говоря, если проводить такой анализ волонтерского состава, это чаще девочки или мальчики? Мужчины или женщины? Кто отзывчивее? Девушки. Девушки, конечно, да. Ну, мужчины, наверное, выносливее. Да, но когда мужчины видят, что у нас девушки волонтеры, мужчины больше отзываются. Еще одна причина для того, чтобы идти волонтером. Ну да, так и есть. А дальше мы уже возвращаемся к созданию семьи и к тому, что любовь спасет нашу планету. Все так и есть, да. Вы, кстати говоря, волонтерство вас лично как-то изменило? Или, в принципе, вы как были добры, отзывчивы, потому что пришли волонтеры, так и осталось. Это сложно сказать, потому что если не изменилось, сейчас не скажешь, что изменилось, то уже это образ жизни. Это уже, да, как будто в ДНК записано. Поэтому, ну, не знаю, меняешься, когда через тебя, ну, как бы через общение с тобой проходит огромное количество молодежи, да, когда, конечно, меняешь все разные люди, всех характер и темпераментов, ты со всеми общаешься, узнаешь от них что-то новое и свои какие-то знания. И, как бы, вот это общение, оно тебя, конечно, обогащает так и духовно, морально как-то, да. Вот, может быть, вот меняешься, естественно, так в лучшую сторону, общаясь вот таким образом с ребятами, с волонтерами. Ну, эмоционального выгорания, слава богу, нет, как мы уже с вами поговорили, но, тем не менее, все-таки каждая история, она, наверное, особенная. Как эту историю не пропускать через себя? Вот там чисто оказал помощь и ушел. Больше меня это дальше не касается. Получается, во-первых, так или нет? Если получается, то каким образом это достигается? Отвлечением. Только отвлечением. Ну, не знаю, да, то есть, может быть, какие-то, там, не знаю, ребята, физические упражнения. Мы вот сейчас взяли пару гантелей, и мы ребятам говорим, что там, кто устал от общения, там, с пожилыми людьми, там, не знаю, можете поделать какие-то упражнения, поприседать, потому что спортом как раз какие-то физические нагрузки помогают снять вот стресс, например, от общения с людьми. Чрезмерное, так скажем, общение, да, если ты устал уже именно общаться. Вот, в принципе, в принципе, наверное, все. То есть, ребята, пускаем поспать, и там, или они сами уходят, и на следующее утро как-то... Перезагружаются. Да, перезагружаются. Приходится заставлять тебя отдыхать. Все заряжены настолько, что... Ну, сейчас мы хотим сделать сюрприз волонтерам. Мы им сделаем зону отдыха, чтобы с PlayStation могли поиграть, отдохнуть. Выдохнуть им. Тогда вы точно, мне кажется, на выходные не отправите. Ну, у них нет выбора. Обязательно отдыхать все должны. Вот, кстати, говорю, но все-таки, да, получается, волонтерское движение – такая одна большая компания. А бывают ли какие-то корпоративы, какое-то совместное проведение мероприятий, но не вот с точки зрения деятельности, а с точки зрения совместного отдыха, там, укрепления компании? Ну, мы бы хотели, конечно, как пандемия закончится, мы обязательно соберемся все вместе и подведем итоги, поздравим друг друга, вручим благодарственные грамоты и обязательно отметим это дело. Вот, кстати говоря, а на заказ волонтер ходит один или по двое, может быть? По двое стараемся, чтобы скучно не было. Но когда у нас сильная нагрузка, мы стараемся ответственных волонтеров, которые уже не один день волонтеры, одних отправлять, а людей, которые новички, мы все-таки вдвоем отправляем, чтобы какие-то сложные задачи они вместе решали. Бывает так, что волонтеры не могут сработаться? Нет, все дружелюбные, такого не было еще. То есть такие проблемы, слава богу, волонтеров обходят страны? Да, и нас тоже, пока не приходилось. Они, наоборот, иногда даже такое чувство, что они, наоборот, соревнуются, кто больше переделает добрых дел. Такое социалистические соревнования такие. Кстати, а не ведете учет, кто сколько заказов выполнил, кто на этой неделе молодец, кто на прошлой был молодец? Все молодцы. Доска почета? Нет, все молодцы. Каждый волонтер, кто помогает, помощь неоценима. Как можно вести учет помощи, когда она оказывается бесплатной и без корыстных целей? Когда каждая заявка, наверное, важная и имеет значение. Конечно. То есть тут нет. Спасибо нашим волонтерам. Вот, если сейчас волонтеры смотрят. Да, ребята, вы лучшие. Вы лучшие, да. Просто спасибо вам. Без волонтеров мы бы не существовали просто. Ну, мы уже так лирично сказали, что самое главное для волонтера – это спасибо. А вот на самом деле, вот в какой момент вы понимаете, что вот ради этого я и стала волонтером? Когда ты видишь проделанную работу, что она сделана не зря, что это приносит пользу. Да, и вот сейчас позвонила женщина, да, поблагодарила. Конечно, уже приятно, я думаю, что все правильно делаешь. Случалось ли, что вы с вашими подопечными становились уже, ну, не просто, да, помогли, а, может быть, друзьями, какие-то более близкие отношения завязывались? Ну, мы, да, становимся некой такой большой семьей, значит, где все друг друга понимают, с полуслова, да, действительно. Вот эта ситуация, она как бы сплачивает. То есть есть люди, которые регулярно обращаются к вам за помощью, да, или это все-таки каждый раз разные люди, поэтому нет возможности там подружиться? Да, тем, кого помогаете. А, ну, нет, ну, уже знаю, да, уже бывает, что обмениваются они контактами, уже закреплен к заявкам, комментарии приходят. Вот у нас была в прошлый раз волонтер Мария, можно нам, пожалуйста, чтобы Мария тоже, она так хорошо помогла, то есть вот такие будут. Да, или там вот, ну, какой-то, да, молодой человек там привозит, вот, ну, к конкретному адресу уже, то есть он как будто закреплен за человеком, то есть бывают такие, да, тоже моменты. А радуют вас, может быть, пирожками, какими-то соленьями, вкусняшками, удивляют чем-то заявители? Пытаемся, но у нас по инструкции мы ничего не можем. Да, к сожалению, мы не можем, да, потому что, ну, конечно, они там, заходи, там, чайку, там, им нужно общение. Но заходить нельзя, мы помним. Заходить нельзя, да, вот, ну, а так, конечно, они, да, приглашают зайти, у нас очень добрые люди живут, поэтому, конечно, все пытаются что-то угостить чем-то, но вот, к сожалению, нельзя, да, так бы с удовольствием. Конечно, нужно общение, то есть иногда даже просто постоять, пообщаться, поговорить, им тоже, вот, одиноким пожилым людям очень важно. Может быть, даже больше нужно, чем вот это лекарство. Очень важно, да. И мы, соответственно, тоже инструкции такие даем, что если с вами разговаривают, расскажите, там, что-нибудь поговорить. Поговорите, окажите и эту помощь. Федор Вазим, спасибо большое и за вашу волонтерскую деятельность, и за то, что пришли к нам сегодня в студию. Ну и, конечно же, всем волонтерам большое спасибо сил и здоровья. Ну а еще, мне кажется, каждый из нас может помочь и медикам, и волонтерам. Давайте будем оставаться дома, если у вас есть такая возможность. Берегите себя. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...